Возможность пройти через контрольно-пропускной пункт, приоткрыть занавес и уже не из сериалов, а на его узнать, как работают сотрудники полиции отдела МВД России по городу Черкесску. А в рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант» будущие юристы двух вузов нашей республики под руководством полковника внутренней службы Османа Кубанова провели один день в городском отделе. Они побывали в сердце отдела дежурной части, ознакомились с техническим оснащением патрульных машин ГИБДД и не только. Подробнее расскажет наш корреспондент Александр Коваленко. Ежедневно через этот контрольно-пропускной пункт проходят сотрудники полиции на свои рабочие места. А сегодня, предоставив документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в гости на экскурсию в городской отдел спешат студенты. Будущих юристов встречает подполковник внутренней службы Осман Кубанов. Заместитель начальника отдела МВД России по городу Черкесску провел с ребятами ознакомительную беседу. Рассказал о контрольно-пропускном режиме, как сотрудники работают с гражданами, обратившимися за помощью. Оказавшись уже на территории городского отдела, студенты возложили цветы к памятнику сотрудникам отдела, погибшим при исполнении служебного долга. Минутой молчания почтили память героев. Ну а далее студентов ознакомили с техническим оснащением патрульной автомашины ГИБДД. Наверное, многим знаком прибор. Прибор называется «Тоник» для измерения светопропускаемости стекол. Продолжая экскурсию, Осман Кубанов показал студентам, где проходит развод служб, которые заступают на дежурство, и где проходит огневая подготовка сотрудников полиции. А это сердце городского отдела, дежурная часть. Здесь ведется непрерывная, круглосуточная работа. И весь Черкес как на ладони. И все благодаря камерам видеонаблюдения. Посетили будущие юристы помещения для задержанных лиц. Подобную картинку раньше можно было наблюдать только лишь по ту сторону экрана. Неподдельный интерес у студентов вызвала автоматическая дактилоскопическая информационная система «Папилон». На себе ребята испытали, как она работает. Давайте четыре пальца правой руки. Большой пальчик чуть-чуть в сторону. Куда прикладывается. Все можете поднимать. И все, пошла обработка изображения. Вот он сканирует вас. Вас в базе нет. Мы можем даже установить личность человека по данной базе. То есть он выведет полностью его данные, за что он привлекался. Как распознаются следы объекта, который оставил преступник? Ознакомились студенты и с непосредственными азами работы сотрудников полиции экспертно-криминалистического отдела, проводимых на месте происшествия. Поступает вызов по телефону или человек обращается сюда напрямую, выезжает следственно-оперативная группа. В составе следователь, оперативный сотрудник, эксперт, участковый. И начинает работу на месте происшествия. Естественно, каждое место происшествия, оно отличается от себя каждый день. Они разные. Поэтому приходится, ну, скажем так, индивидуально подходить к каждому месту происшествия. Побывали студенты и взрывотехнической лаборатории, где исследуют взрывные устройства, доставленные сюда с места происшествия. Здесь в области баллистики решается вопрос о пригодности патронов к стрельбе. К какой категории они относятся и не только. Багаж знаний в условиях акции «Студенческий десант» значительно пополнился сегодня. Приберегли ребята и вопросы для начальника отдела МВД России по черкесску Александра Козуба, который смогли задать лично. Акция «Студенческий десант» проходит уже в седьмой раз и позволяет студентам изучить специфику и нюансы службы, а также получить достоверную информацию о работе отдельных подразделений полиции. Возможно, после ознакомления с работой подразделений городского отдела МВД у студентов после окончания вуза возникнет желание поступить на службу в органы полиции. Очень бы хотелось, чтобы вы на примерах работы подразделений убедились, насколько эта работа ответственна. Иногда она связана с риском для жизни. Она бывает иногда очень тяжела. И люди, которые работают здесь, вкладывают душу и сердце для того, чтобы на улицах нашего города был мир, спокойствие и порядок. Познавательная беседа завершилась увлекательной игрой в пентбол. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия.